Последнее публичное мероприятие, в котором принял участие Валерий Колесников, областная конференция по охране окружающей среды. Она прошла в Благовещенске 4 октября. Глава Росприроднадзора выступил перед экологами и поздравил отличившихся. Спустя четыре дня в его кабинете прошли обыски. По информации следователей, Валерий Колесников получил взятку более 30 миллионов рублей. Это первый в области установленный случай, когда человек при должности получает взятку такого размера. В отношении руководителя Росприроднадзора возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ему предъявили обвинение. При этом сам Валерий Колесников в формулировке был немного удивлен, сообщают источники, близкие к следствию. Решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи установили, что в течение года на счета, принадлежащие самому Колесникову и его родственникам, поступали определенные суммы от коммерческой золотодобывающей организации. Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники ФСБ. Руководитель Росприроднадзора получал денежные средства от директора одной из золотодобывающей компании на общую сумму более 33 миллионов рублей. За непроведение проверок, либо проведение этих проверок формально в отношении вот именно вот этой золотодобывающей компании, то есть без выявления каких-либо существенных нарушений. Кто именно является подозреваемым в даче взятки в Следственном комитете не называют. Сейчас коммерсант, перечислявший деньги главе Росприроднадзора, также задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Неофициально известно, что речь идет об обществе с ограниченной ответственностью «Голд-регион», которое работает в Селимджинском и Изейском районах. Объемы добычи золота 150 килограммов в год. Генеральный директор компании – ученый-геолог Гаджи Мерзиханов. Мы позвонили в офис золотодобывающей компании в Хабаровск. В Зейском лесничестве нам рассказали, что в июле этого года проверяли компании Гаджи Мерзиханова. Везде нашли нарушения. В одном случае у компании, которая ведет геолога-разведку, не оказалось самого главного документа – проекта освоения лесов. Как нам пояснили, это очень серьезное нарушение. Компания «Голд-регион» указана в официальном плане проверок Росприроднадзора на 2013 год. Подписан он Валерием Колесниковым. Указано, что проверка должна была состояться 1 июля. Прошла она или нет, и с какими результатами нам узнать не удалось. В управлении Росприроднадзора ситуацию не комментируют. Интересно, что в списках учредителей золотодобывающей компании значится Мария Валерьевна Колесникова. Состоит ли она в родственных связях с главой ведомства или является его однофамилицей, нам неизвестно. Сейчас все подробности происшествия будут выяснять следователи, в том числе были ли нарушения в работе золотодобывающего предприятия за последний год и фиксировал ли их Росприроднадзор. Что касается обоих участников сделки, им грозит реальное лишение свободы. Валерию Колесникову от 8 до 15 лет, бизнесмену от 7 до 12. Со штрафом, который равен 70-кратному размеру взятки. В данном случае это миллиард рублей. Наталья Шепелева, Василий Промкин, Альфа-Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова